— Ночь, ты единственный глупец, не замечающий чужих чувств. Ты тоже не видишь того, что мне было бы намного проще, будь ты прежним собой, тем самым предсказуемым, не влюбленным грубияном, что вечно попадает в передряги. Мне страшно от твоих чувств, ведь они слишком непредсказуемы. Так и думала. Здесь нет ни крепицы запаха черники. Это место больше не приносит мне покоя. Что же делать? Как снова обрести покой? Прошел месяц. У Сирени почти зажили все раны, кроме ее задней лапы. Оказалось, что она сломана, поэтому эти двое останутся у нас дольше, чем ожидалось. А с ночью у меня так и не получилось наладить отношения, поэтому он целый месяц ходил злой и нервный. — Тебе было какое-нибудь видение? — Нет. — Так сделай что-нибудь, чтобы это видение появилось. — Нельзя. Скоро настанет великий день. Мне нужно беречь свои силы. — Это глупая отговорка бездельника. Ты вообще собираешься приносить пользу стае? — Что? Ты совсем ослеп? Я охочусь и охраняю границы, как и все остальные собратья. Я приношу пользу стае. А ты не забыла, что ты хранительница, так что говори нам свои видения. — Да не было у меня никаких видений. — Ага. Так я тебе и поверил. — Может, кто-нибудь вмешается и разнимет их? — Ага. Хочешь, чтобы этого беднягу эти двое покусали? — Не понимаю. Раньше же вроде нормально общались. А теперь то и дело рычат друг на друга. — Не переживай, комета. Это у них такой период влюбленной жизни. — Что это за период такой смертоносный? — О, юнец. А ты, я вижу, совсем не понимаешь, да? — Ну, да. — Что за нынче молодежь глупая пошла? Ничего не смыслит в любви. — А вы смыслите? — Конечно. Все очень просто. Ночь хочет завести своих щенков, но Алая боится их заводить, потому что переживает, что могут родиться белые волчата. А ты уверен, что проблема именно в этом? А, метеорит? Положись на мой опыт. А мне кажется, проблема вовсе не в щенках. Просто ночь молчит о своих чувствах, а красноглазая их просто не замечает и ужасно удивляется, когда ночь начинает с ней бережно разговаривать. И, естественно, он из-за этого смущается и злится. — Какую-то глупость ты сейчас сказал, сокол. Ох, я же говорю, у нынешней молодежи все мозги выклевал дятел. Простите, но я не отношусь к молодежи. Правда? А сколько тебе годков-то? — Пять с половиной. — А по тебе и не скажешь. Пойду разниму их, а то точно сожрут друг друга. А сокол в чем-то прав. Ночь никогда никому не говорит о своих чувствах. А когда он назначил Алую своей парой, то это выглядело так, словно это было не по любви, а по обязательству. Конечно, Алая и не догадывается, что этот уволень ночь ее любит. Ведь он вон как на дне в детстве издевался. Издевался? — Это он так якобы ее внимание пытался привлечь? Ага. То в крапиву ее пихнет, то десять раз за день за хвост дернет, то... — Точно! И как я сам этого не заметил! Алая давно ему нравится. Вот только ночь показывает это по-своему. О, великие предки! Почему у моего брата мозгов меньше, чем у медвежьей какашки? — Спасибо, что позвал меня прогуляться. А то я думала, что прибью этого лопуха. — Ха-ха-ха! Но знаешь, мне было правда страшно. После этого ведь он провожал нас таким смертоносным взглядом. — А, ты не обращай на это внимания. У него всегда такая морда. — Не всегда. — Откажись от этого! Ты ведь не хочешь повторить ошибку нашей матери? Ты просто ничего не понимаешь! И больше не заговаривай со мной на эту тему! Ночной брат, прошу тебя, одумайся! Ну вот, опять ссора. Что стряслось? — А, да ничего. Просто немного повздорили. Я пойду поохочусь. Можно? — Конечно. — Что же у них произошло? — Если так подумать, я даже не знаю, кто их мать. И они точно не дети-звездочки. Единственное, что я точно слышала, что их мама была из нашей стаи, а отец неизвестный одиночка. — Послушай, красноглазая волчица, я вывел тебя в лес не для того, чтобы ты снова впал в свои раздумья. — Хватит называть меня красноглазой. Я же говорила, меня зовут Алая. — А, ну-ка, повтори. — А-ла-я. — А-ла-я. — Отлично. Так и называй меня. А то уже месяц прошел, а ты все меня красноглазой кличишь. — Алая. — Так это он. Волк из моих видений. Голос и произношения точь-в-точь. — А я и забыла об этом. Прости, но дальше я пойду одна. — Почему? Я хочу с тобой. К тому же мы... — Я сказала нет! И все на этом. Не хочу иметь с тобой ничего общего. — Я настолько отвратительный, что тебе неприятно со мной находиться? — Это все из-за моего шрама, да? Или из-за того, что я слеп? — Ты не отвратительный. И шрам-то твой ни при чем, как и твоя слепота. — Тогда скажи причину, почему меня избегаешь. Ты постоянно стараешься не оставаться со мной наедине. — Неужели ты думаешь, что я причиню тебе какой-то вред? — Так, если он сейчас попытается на меня напасть, то до логова я знаю более короткую дорогу. С чего ты взял? Нет, конечно. — О, нет! Он точно сейчас нападет! — Тогда у меня остался еще один вариант. — Все, пора бежать! — Ты влюбилась в меня? — Ой, с тобой все в порядке? — Да, все просто великолепно. Только, пожалуйста, не иди сюда! — Что за глупость он только что сморозил? Я в него, да не в жизнь! Ни о какой запретной любви тут и речи быть не может. — Да ладно тебе! Я же пошутил! К тому же, у тебя уже есть пара! — Да, точно! Вот именно! У меня есть пара! У меня есть пара! Так что никакой глупой запретной любви тут быть не может. К тому же, ты для меня староват. А вот это уже грубо! Хе-хе-хе-хе!